Обзор по паре евро-доллар, часовой график. В течение торгов в понедельник наметилось нисходящее движение по котировкам единой европейской валюты. Данное нисходящее движение в основном происходило в европейскую и азиатскую часть. Также очередной нисходящий импульс можно наблюдать уже по итогам сегодняшних азиатских торгов. Основное давление, которое наказывало на европейскую валюту, было повышение популярности крайне права кандидата на пост президента Франции, Ле Пен. Ее поддержка вырастает в сравнении с основным оппонентом, хотя по большей части победа Ле Пен будет лишь в первом туре. И во втором туре по очевидным причинам будет поддержан умеренный кандидат. И скорее всего Ле Пен не удастся так или иначе добиться поста президента Франции. При всем при этом набирающая популярность оказало давление на европейскую валюту, что можно было заметить, что привело к потериодному превышению, точнее обновлению предыдущих локальных минимумов. В свою очередь в сегодняшних азиатских торгах можно заметить пробитие и закрепление под очередным уровнем 1.07.10, что открывает дорогу для дальнейшего снижения, которая будет ограничена скорее всего линией измененного восходящего канала на часовом и четырехчасовом графике вблизи ценовой отметки 1.06.60. Ввиду этого рекомендую продажи текущего уровня цен, с последующей фиксацией при достижении данного уровня поддержки и рассмотрение соответствующих сделок на покупку. Сегодня также на данный рынок могут повлиять данные по количеству вакансий Соединенных Штатов. Ожидание составляет чуть более 5,5 миллионов. При всем при этом, учитывая, что данные по конкретному индикатору не сильно разнятся от месяца к месяцу, то значение лишь большого отклонения от данного прогноза окажет существенное влияние на рынок доллара. В ином случае данная новость, скорее всего, не вызовет высокой волатильности энергии доллара. Продолжение следует...